Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, Рипл у нас одерживает якобы крупную победу, поскольку судья приказывает СЕК передать документы Хинмана. Ну и судья окружного суда Аналиса Торрес отклонила последнюю попытку СЕК сохранить документы Хинмана в секрете и приказала комиссии по ценам бумагам и биржам передать документы, связанные с её бывшим высокопоставленным должностным лицом Уильямом Хинманом, что стало значительной победой для Рипл. Ну, опять же таки, это ещё не победа в суде, как говорится, выиграли битву, но не выиграли войну, поэтому нужно понимать, что на текущем этапе это, ну, всего лишь мимолетная победа, да, это хорошо, но, опять же таки, зная, что это всё спектакль, то, ну, значение особого это какого-то большого значения придавать этому смысла не имеет. Рад всем сообщить, что скоро будет уже запуск игры и на текущем этапе вы сможете приобрести токены Shiba Eternity, Shiba, чтобы в дальнейшем их использовать в игре и получать от этого больше профита. Монета будет полностью внедрена в Shiba Eternity и будет продвигаться вместе с этой игрой, а это произойдёт уже очень скоро. Благодаря монете Shiba вы сможете купить карточки, аватары, бустеры и всё, что доступно в игре по сниженной цене. Так что монета имеет огромный потенциал, особенно с учётом того, что вы можете купить её до запуска Shiba Eternity, что максимизирует вашу прибыль. Переходите по ссылкам в описании, ознакомливайтесь с данным проектом и зарабатывайте, пока он только запустился. ИСЕК использовала несколько аргументов, чтобы не передавать документы в руки Ripple. Первоначально комиссия утверждала, что не защищены привилегией совещательного процесса DPP. И мировой судья Сара Недберн определила, что внутренние документы Кричи не являются записями агентства, поскольку они выражают личное мнение бывшего чиновника. Следовательно, они не являются необходимым звеном в обсуждениях агентства, как заявила СЕК. Ну и судья Унас Торрес отклонила попытку СЕК отклонить решение, поскольку документы касаются собственного мнения Хинмана, поэтому они не защищены привилегией совещательного процесса. ИСЕЦ также безуспешно пытался отстаивать конфиденциальность адвоката и клиента, чтобы защитить электронные письма Хинмана. И рассмотрев соответствующие документы, суд также установил, что документы внутренней речи содержат сообщения, основной целью которых является толкование и применение правовых норм, отменяющих утверждение ИСА об адвокатской тайне. Вот, и что же сейчас может сделать СЕК, это еще не конец истории, ну я об этом тоже говорю, что это ни хера не конец, это еще до декабря минимум. Вот, как пояснил адвокат Джеймс Финланд, СЕК все еще может разыграть несколько процедурных карт в рукаве, чтобы задержать оборот документов Хинмана. Истец все еще может попросить судью Торрес пересмотреть свое решение, и в качестве альтернативы СЕК также может обратиться в опелляционный суд. И несмотря на то, что такие маневры вряд ли увенчаются успехом, СЕК может выиграть значительное количество времени. Вот, также у нас правило CFTC удваивает цену BTC, что же это может значить, и биткоин может удвоиться в соответствии с правилами CFTC. И у нас Ростин Бенхам заявил в среду, что небанковские учреждения, в том числе криптолитные биржи, процветают в условиях регулятивной определенности. Ну, я бы так не сказал, потому что, типа, вот якобы биткоин взлетел на 2,3%, вот это да, вот это подъем, ты что, это обычное его движение в день, поэтому, ну, бит полный, ну так. Чисто вам новость на поджать. Иск XRP у нас, календарь бывшего чиновника, может свидетельствовать о несправедливой мишени Ripple. У нас говорит FoxBit из NSI, график стоит чиновника Вильяма Хинмана, прилагая тщательный анализ мышления агентства, поскольку оно начало рассматривать, как лучше всего контролировать зарождающийся рынок криптолюты. Но это также может поддержать растущий рынок, убеждение, что СЕК несправедливая нацеленность на Ripple в своих репрессиях. И, получается, как бы, Ripple у нас опровергает обвинения, утверждая, что XRP это валюта, похожая на биткоин и эфир конкурентов, а не ценная бумага. Он также служит для облегчения платежей в децентрализированной сети, подобно их. Ну, такое вот, масло масляное продолжается, потом XRP может скоро продолжить у нас возможность продажи, ну и, как мы видим, у нас XRP начинают все дальше сливать, но если посмотреть по цене, то, как мы видим, у нас произошел тут отскок. Ну, опять же-таки, на пониженных объемах, я думаю, это просто отскок вот этому падению. Я не думаю, что просто вот сейчас мы там возьмем и развернемся, улетим там на доллар 2-3. Ну, вероятность есть, но очень маленькая, поэтому вы можете не рассчитывать особо. Также ставки финансирования у нас предполагают и источник сантимент, что фьючерсные трейдеры ожидают дальнейшего снижения. Ну, опять же-таки, на фьючерсах могут побыть, но, скорее всего, вот здесь их и побыли. Ну, да, скорее всего, побыли, потому что, смотрите, вот на 1 миллион долларов у нас, получается, побыли шахтистов. Скорее всего, если посмотреть, вот шахты, шахты ликвидации. Ну, и, соответственно, если вот открыть символ, давайте откроем XRP, на сколько побыли здесь. Ну, да, значительно, вот смотрите, даже побыли 23 сентября. Ну, о чем я и говорил, что вот здесь вот это просто было бритье шахтистов. 23 сентября это просто было бритье шахтистов, хотя мне многие сказали, нихера подобного. Ну, смотрите, вот, получается, шахты побыли на 12 миллионов долларов, ланги побыли, то есть побыли в обе стороны. Я об этом предупреждал, что просто мы, скорее всего, подросли на шахтах. А мне сказали, нет, там победа Apple, ты что там и так далее. Ну, то же самое, по Луни Классик мне сказали, ну, там тоже самое аналогичная ситуация была, что она подлетела. Но мне сказали, да нет, ты не соображаешь, это потому что Binance там что-то добавила, поэтому она продосла. Ну, окей, флаг в руки, барабан на шею. И, кстати, основной вывод, что заключался в том, что большая часть фьючерсов позиционировалась как на медвежку, ну, то есть медвежья, то есть на шорт многие вставали, ну, и сейчас их успешно побыли. Бывший директор SEC у нас намеренно закрыл сделку по регулированию Apple, и, получается, у нас, получается, в данной сделке Apple у нас бы заплатила бы штраф, чтобы регулировать и XRP. Но, скорее всего, либо так и будет, либо просто они, ну, закончатся ничем, ничьей, скажем так. В то же время он согласился бы на сохранение статус-кво, однако было бы неясно, стало бы SEC преследовать других продающих XRP. Между тем, это было не самой лучшей сделкой для Apple, это напрямую повлияет на эффект роста его в Соединенных Штатах. Согласно документам, опубликованным журналистом Fox, Hintman сорвал сделку, это доказывает, что конфликты между ними были гораздо больше, чем видимость неприличия, но действительно неприличие. Не знаю, перевод, может, корявый, Коингейб сообщил, что официальный представитель провел 7 встреч сразу за эфириум, и эти встречи предшествовали важной речи службы безопасности. Вот, это когда цена Apple может у нас с XRP подскочить до 1 доллара, и цена XRP демонстрирует значительное отклонение от медвежьего тренда, но это до этого, опять же-таки. И, наоборот, ожидается, что медведи столкнутся с сильным сопротивлением после того, как цена превысит 0.45, но на самом деле 0.6 там сопротивление. Ну и, как мы видим, то есть на текущем этапе ожидается после того, как цена поднимется, ну, не знаю, поднимется, может, упадет, скорее всего, до 17.600 и восстановится выше этого уровня, было бы чрезвычайно медвежным для XRP и так далее. Ну и в этой ситуации ожидается, что будет оскок там вплоть до 60 центов, а то и получается чуть ли не 92 центов. Поэтому в ближайшие дни говорят, что вот цена вырастет на 100%, учитывая, что на 74 произошло изменение того, как цена индекса была консолидирована, получается, в течение примерно 128 дней. Ну, что я могу сказать по поводу цены, сейчас продолжим по новостям. Ну, то есть подлетели мы на стопах шахтистов, я вам только что метрики все показал, вот, я об этом предупреждал. Ну и плюс этот нисходящий канал, вы думаете, мы не на стопах шахтистов полетим, конечно, плюс на жадности хомяков, на тех, кто становится в ланге и так далее. Поэтому, ну, естественно, все это и плюс крупный капитал поддаст масло в огонь. Поэтому ничего удивительного и, ну, сейчас прямо роста, я не думаю, что мы там полетим на 2, на 3, на 4 доллара. Это возможно, но вероятность очень мизерная. Поэтому, ну, так как биток у нас, я не думаю, что собирается идти на разворот, на перехай, поэтому болтается в боковике, его еще могут пролить, плюс объемы падают. Поэтому XRP, напоминаю, на 70-80% коррелирует с битком, имейте это в виду. Также вот у нас вышла статья, якобы XRP на пороге самого большого роста цен за несколько месяцев, поскольку биткоин изо всех сил пытается там удержать 19 тысяч долларов. И также у нас ведущий директор МИСАИО, Райан Селкис, считает, что медвежий рынок – это идеальное время для уборки дома и привлечения нужных людей в комнату. Хотя большинство экспертов согласны с этой точкой зрения. Большой вопрос, который волнует большинство энтузиастов, заключается в том, смогут ли проекты пережить долгую зиму. Ну, какие-то не смогут, понятное дело. 6 месяцев медвежьего рынка, такие проекты, как Цельсиус, Теролуна, Зипмекс и Эрус Кэпитал. Ну, с Эрус Кэпитал – это проект, да, понятное дело, но это же фонд, а не крипта. Ну и говорят, что вот у нас Binance, FTX и многие другие остались на плаву. По поводу Binance хочет вернуться в Японию после 4-х долгих лет. И Binance может вернуться в Японию, поскольку биржа собирается подать заявку на получение операционной лицензии от регулирующих органов. У нас получается Binance будет бороться с криптоком и FTX за долю рынка в третьей повлечении экономики. Ну и напоминаю также, что у нас в той же Японии сотрудничает XRP через свой проект XRP Ledger. Также у нас киты перевели 226 миллионов XRP за 4 транзакции. И, соответственно, это у нас на 11 миллионов долларов, на 27 миллионов долларов, на еще 27 миллионов долларов и еще на 35,5. Поэтому были переведены на биржу FTX, Bitstamp и получается, ну и все, да. Вот, поэтому такие дела. По поводу цены XRP ожидает окончательный взрыв к новым историческим максимумам, если Apple одержит победу над SEC. Ну, опять же-таки, начинаются опять вот эти новости, то есть 29 числа, то есть вчера. Ну, естественно, вчера цена подскочила, все-таки, наверное, думают, о, победа, победа, но на самом деле нихера. И также у нас говорят, что вот владельцы биткоинов, эфириума и XRP предпочитают демократов в колеблющихся штатах. Ну, я так понимаю, вместо республиканцев они предпочитают демократов. Ну, и, соответственно, согласно недавнему опросу, у нас избиратели Web3.0, владеющие биткоинами эфириума и XRP, в подавляющем большинстве поддерживают кандидатов от демократов на ключевых выборах в Сенат, в Неваде, Нью-Гемпшире и Пенсильвании, и Огайо. Вот, и, соответственно, значительно превзошли своих соперников, республиканцев с этим избирательным блоком. Ну, вот у нас результаты голосования, как мы видим. Опрос также показал, что поддержка цифровых активов имеет тенденцию быть и двухпартийной, и почти половина избирателей Web3.0 считает, что демократическая партия лучше справляется с проблемами Web3 и криптовалюты. И основная политическая сила, 18% избирателей в ключевых колеблющихся штатах владеют криптовалютами и или невзаимозаменяемыми токенами, ну, NFT. Вот, и опрос, проведенный по заказу инвестиционной компании HoundVetures, показывает, что так называемый блок избирателей теперь является мощной силой, которая может потенциально повлиять на выборы. И большинство участников опроса, 55%, утверждают, что они с меньшей вероятностью проголосуют за кандидата против криптовалюты. И поддержка технологий Web3.0 проистекает из-за недоверия компаниям больших технологий. Львиная доля респондентов считает, что технологические гиганты обладают слишком большой властью, поэтому необходима децентрализация, индивидуальная автономия. Ну, никакой децентрализации, я думаю, очевидно, уже всем не будет, а наоборот, будет следующий год-два. Я думаю, ну, максимум ТАИ у нас будет централизация, и анонимности никакой, естественно, не будет. Вот, ноябрьские промежуточные экзамены почти наступили, и промежуточные кампании в настоящее время идут полным ходом, и о выборах запланированы на 8 ноября. Вот, ну и напоминаю, также у нас будут процентные ставки повышаться еще в ноябре, ну и плюс в декабре. По поводу цены, в общем, XRP, на текущем этапе, как мы видим, у нас произошел отскок, ну, опять же-таки, это, скорее всего, бритьешь артистов, якобы вот нас выкупили, ребята, давайте заходить, сейчас продолжится рост. Ну, если мы уверенно закрепимся за, в идеале, ну, 58 центов я не беру, давайте 60 центов, 60-70 центов, в идеале даже за 70 центов, надо закрепиться и проторговаться в идеале, и потом уже дальнейшее движение наверх, тогда да. Ну, если же просто какой-то будет тут пробой, потом что-то мы тут вяло поторговались, видно, что вверх не пускают, то тогда, скорее всего, пойдем вниз. Поэтому могут показать фейк-выход, якобы, ну, а потом дальше задерка и уже тут за дно. Поэтому, ну, как бы, я не думаю, что прям будет резкий разворот, естественно, там на новостях, плюс на стопах шахтистов, по большому счету, вот эти все пампы были, как я и показал, ну, и плюс ключевые уровни мы пробили, естественно, вот такая вот свеча у нас была там, насколько, на 30%, по-моему, насколько я помню. Да, около 30, ну, 25%, поэтому имейте в виду, что сейчас заходить ультра опасно, плюс объемы падают, ну, и как только мы закрепляемся за 43 цента и падаем, то мы летим вплоть до 30 центов, а то и ниже. Вот, поэтому такие мысли, такие дела пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, ну, и будет интересно почитать ваше мнение. Всем удачи и всем пока!